Привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, сегодня у нас битва замков, расчехляй пельмешки, заваривай чай и, не знаю, занимайся, чем ты там обычно занимаешься, когда смотришь мои видео, может быть ты вообще на толчке сидишь, я не осуждаю, я сам как бы иногда грешу этим делом, посматриваю видосы на ютубе, когда сижу на большом таком, хотя среднего размера, белом троне. Да, дружище, я в рот любил информативность, ну как-то разработчики, знаешь, немножко замудили игру, уже не знают, что придумать и прям в этом всем скоплении багов непоняток, даже и желания особо копаться нету. Да, я в рот любил оперативность, выпускаю видео самым последним и мне на это плевать, мне плевать, что не наберутся просмотры и мне плевать, что в последнее время я редко выпускаю видео, тем самым убивая свой канал, из-за этого как бы у меня и просмотров будет меньше, как бы потому что постоянство падает, было бы лучше, если бы я выпускал по три, по два, по четыре видео в день, но не суть, я все-таки себя пытаюсь оправдать тем, что, я не знаю, чем я себя пытаюсь оправдать, да ничем, воодушевляю себя тем, что вот начну скоро, как раньше, долбить видосы каждый день, по два, по три, по четыре видео, ну хотя бы по одному, уже было бы классно, согласись, и у меня маленькая просьба, если ты зашел на это видео, дружище, не потому что там тебе понравилось название, ты попал на это видео случайно, тебя завлекла невероятная просто заставка, заглушка для этого видео, вот, тогда в принципе можешь ничего не ставить, да, а вот если ты сюда зашел чисто, просто узнать лично мое мнение касаемо нового героя, тогда поставь лайк, мне интересно, сколько таких людей на самом деле, которые все равно именно специально на мои видео заходят, чтобы узнать мое субъективное, не информативное, никому не нужное мнение, заранее тебя, дружище, благодарю, ну а все остальные, делайте все, что хотите, можете писать любые комментарии, можете ставить дизлайки, можете не ставить дизлайки, вот, я в любом случае вам тоже благодарен. Так, обзор, обзор героя под названием, а давайте я его назову герой раздора, ну, это такая маленькая отсылочка, впоследствии вы поймете, почему я его именно таким образом называю, но не суть, мастер рун у нас, ути божечки, сегодня у нас не обзор, у нас сегодня впечатления, мои впечатления, я не знаю даже на какие локации я буду ходить, мне просто хочется немножко поиграть тем героям, которые у меня появятся еще очень нескоро, ну, по той причине, что люди, дабы его получить, тратят огромнейшее количество самоцветов, это по сути реально редкий герой, которого достаточно трудно выбить, вы в комментариях можете написать, если вы его выбили, то за какую сумму самоцветов у вас его получилось выбить, но это на самом деле правильно, пускай он остается редким, пускай его будет очень сложно выбить, это лучше, чем будут разработчики добавлять какого-то бесполезного, бесплатного героя за самоцветы, которого можно выбить за 5000 самоцветов, но при этом еще добавляют донатного героя, лучше пускай они добавляют по одному герою, которого очень сложно выбить, но есть шанс выбить, и когда ты за свои несчастные тысячи самоцветов, ну, тысячу самоцветов выбиваешь его на бездонатном аккаунте, ну, согласись, это кайф. Согласись, это кайф, да, ну, и когда ты все-таки за 150 тысяч самов его выбиваешь, это тоже кайф. Нахожусь на аккаунте игрока под ником True Energy, благодарен ему за то, что он ждал, пока я доберусь до его аккаунта, он, по сути, мне сразу дал этого героя, мог сразу записать на него свой неинформативный обзор, но вот лень, лень меня победила, друзья, да и особого желания на самом деле нет. Не знаю, какая-то депрессия касаемая битвы замков, вот, попытаюсь с ней бороться, не знаю, как получится. Далее, данный игрок находится в гильдии под названием Another World. Смотрите, 33 человека в гильдии, вот, если вы ищете гильдию, то берете просто легко вступаете. Далее, что хотелось бы отметить, хочу сказать сразу, вот, герой хороший, что самое главное, герой интересный. Даже при том, что я вообще к нему не притрагивался и на нем не играл, ну, во-первых, я слышал отзывы об этом герое, а во-вторых, этот герой вызвал такое количество обсуждений, каких-то разоблачений, срачей и прочего дерьма, что, ну, будет грехом его назвать неинтересным героем, будет грехом его назвать неполезным героем. Это прикольный герой, и мы к нему вернемся немножко позже. Хотелось бы обсудить тему, о которой вы меня давно спрашиваете, о которой вы будете спрашивать по-любому меня под этим видео, потому от этого я уйти не могу. Ну, если бы хотел, бы и ушел, но я не хочу. Хочу высказаться. У нас один аннигилятор кирпичей записал невероятнейшее разоблачение на Андрюха Рылева, потому что Андрюх Рылев посмел сказать, что этот герой, возможно, забагованный, вот, и наш осенизатор кирпичей не додумался ни до чего лучшего, и взял, записал обзор, обзор, не знаю, разоблачение, в котором умудрился перепутать умения с талантом, но это как бы не суть. Ну, как бы, ну, зачем мозги, да, как бы, понимаете, любой тупой идиот может записать разоблачение, вот, как бы, даже если нет мозгов, даже если путаешь таланты с умением, не суть, все равно, самый главный разоблачитель сия Руси, да, правда, это глупая затея, вот, единственная возможность хайпануть на битве замков заключается в том, чтобы перестать снимать битву замков, вот тогда появятся уже просто, знаете, просторы для получения просмотров, да, ну, как бы, до некоторых глупых индивидуумов, к сожалению, это не доходит, но не суть, главная проблема заключается в том, что, ну, давайте прочитаем это написание умения, еще раз скажу, что мне жалко разработчиков, они клепают этих героев, и им же нужно каждый месяц по одному, по два героя выдавать, и чтобы у них какие-то умения отличались от умений других героев, потому вот этот вот список, он становится все длиннее и длиннее, скоро тут будет, знаете, по пять страниц, и как к нему выходят герои, и все, и ты уходишь 10 дней читать книжку с описанием этого умения, они становятся все длиннее и длиннее, и что самое главное, все непонятнее и непонятнее, и непонятнее не только для игроков, но и для самих разработчиков, потому что, я думаю, если задать вопрос разработчикам касаемо умений, свойств, некоторых чар, талантов, героев, то они сами ничего ответить не смогут, по той причине, и что они не знают, потому что битва замков, она живет опосредованно от игроков, она живет опосредованно от разработчиков, в ней происходят какие-то свои непонятные моменты, на которые никто не может повлиять, даже те люди, которые разрабатывают эту игру, давайте, наносят урон в размере 700% от атаки, и убирают 100 энергии случайным четырем вражеским героям, также парализуют их на 4 секунды, парализованные цели не могут получить лечение и энергию от атак и входящего урона. Вот единственный косяк разработчиков, о котором я в каждом видео упоминаю, заключается в том, что для того, чтобы сделать какое-то разнообразие, мнимое разнообразие умений героев, они, допустим, одним и тем же свойством присваивают по несколько названий, да, то есть, смотрите, парализованные цели, а почему, ну, как бы, есть окаменения, вот сейчас парализованные, потом, что там еще, целая куча всяких свойств есть, потом страх, хератрах, проникновение, чего только нету, но зачастую все это дело означает только одно, стан, почему нужно придумать плюс 100 500 названий для определенного действия героя, и потом же из-за этого парятся, и потом же из-за этого какие-то баги происходят, непонятки, да, то есть, по факту, свойство одно, это стан, к которому мы привыкли, ну, те, кто играет давно в разные игры, но они его называют плюс 100 500 названиями, и к примеру, получается так, что, то есть, пример, герой имеет иммунитет к стану, да, его застанет не могут, но парализовать его могут, по факту, это одно и то же действие, называется по-разному, и ты потом сиди, разбирайся, что он там, его застанет или парализуют, ну, просто сознательно, глупо, замуживают игру, вот, по-другому это никак не назвать, замуживают, идем дальше, убирает все состояния, состояния с дружественных героев, убирает все состояния с дружественных героев, ну, тут, как бы, у меня уже привет передаю русским локализаторам, ребята, вы прям красавчики, я не знаю, состояние чего, состояние состояния письки, или что, ну, как бы, просто, возможно, им трудно переводить, я не отрицаю этот факт, потому что, что там происходит из Китая, непонятно, я говорю, там уже, просто 10 синонимов стана, причем все криво работает, ладно, увеличивает крит шанс 6 случайных, крит шанс 6 случайных дружественных героев на 56 процентов в течение 4 секунд, кулдаун 6 секунд, и тут мы переходим к самому интересному, каждые 6 секунд мастер рун наносит урон в размере 800 процентов атаки всем целям противника поблизости, когда у него менее 70 здоровья, процентов здоровья, он не может получать более 9 тысяч урона за удар и получает быстрое восстановление энергии, а также иммунитет к оглушению и молчанию, и тут, как бы, начинается время невероятнейших просто разоблачений, потому что наш осенизатор кирпичей взял и, как бы, обвинил Рулёва в том, что Рулёв ничего не понимает в игре и смог, как бы, Рулёв сказал, что это, возможно, баг, потому что спектр, по идее, не должен блокировать вот это вот умение встроенное мастера рун, но тут же опять возникает вопрос, а встроенное оно или не встроенное, можно ли мастера рун сравнивать, к примеру, с Фрейей или нельзя, а с какими героями можно сравнивать, а с какими нельзя, а что такое блокировка, просто почитайте спектр, когда атакован накладывает блокировки и удержания на три случайных вражеских героя на 1,6 секунды игнорируют иллюзорный скулдаун 5 секунд, и то есть, понимаете, ну, как бы, по факту сейчас в игре спектр блокирует ограничение входящего урона у мастера рун, давайте, если объективно говорить по этому поводу, ну, я со своей стороны как самый неинформативный распиздяй битвы замков, я вам скажу так, но у меня все-таки какой-то опыт присутствует, в игру играю 6 лет, может быть, 5 лет, не суть, фишка заключается в том, что здесь может быть как и баг, так и просто распиздяйское описание умений, распиздяйское описание чар, да, и просто, просто замудили игру, замудили игру настолько, что уже даже не понять, то ли это баг, то ли просто разработчики, идиоты, неправильно описывают и недостаточно подробно чары и умения героев, потому что, ну, как я вижу, я больше склоняюсь к тому, что это скорее баг, это скорее та вещь, которую не смогли предусмотреть разработчики, вот, но может быть это не так, может быть, это просто жопное описание как бы умения героя и чара, ну, потому что накладывает блокировку и удержание на три случайных вражеских героев на 1,6 секунды, что значит блокировка, понимаете, у нас осенизатор кирпичей, он уже познал настолько большой дзен в игре, что он может диктовать и подразумевать все, что угодно под словом блокировка, понимаете, то есть, вот я не вижу в слове блокировка возможности у спектра блокировать умения мастера рун, ну, как бы, ну, типа, что это такое, кто-то видит, окей, может быть, кто-то прав, может быть, кто-то не прав, но никто не будет спорить с тем, что просто игру замудили, вот конкретно замудили, придумали 20-30 всевозможных синонимов одного и того же действия, понимаете, ну, назвали бы это молчанкой, но молчанкой это назвать тоже нельзя, но молчанка тоже, по идее, не должна блокировать вот это вот встроенное, казалось бы, умение мастера рун, а сейчас кто-то скажет в комментариях, что оно не встроенное, и понимаете, тут ругаться и выяснять отношения, выяснять, какие-то вещи по поводу этого героя можно бесконечно, единственное, что я хотел бы сказать осенизатору кирпичей, перед тем, как кого-то обвинять в ошибках в игре, перед тем, как кого-то обвинять в неинформативности, перед тем, как кого-то оскорблять, сука, возьми и посмотри на себя, вот встань перед зеркалом и посмотри на себя, потом посмотри на свой канал, посмотри на свои новые, старые видосы, посмотри на свои стримы, и включи, пожалуйста, свои последние остатки мозга, и задумайся о том, можешь ли ты кого-то брать, и в чем-либо обвинять, тем более оскорблять, тут реально картина заключается в том, что разработчики замудили игру, и не важно, здесь баг, или не баг, как встроенное это умение, или не встроенное, как спектр работает, не важно, игра замужина, при любом раскладе, в этом виноваты разработчики, и то, что игроки до конца не могут понять, как это работает, это не дает себе право осенизатору недоделанному брать, кого-либо оскорблять, умничать, и говорить то, как есть на самом деле, при том, что более чем уверен, разработчики сами не ответят на этот вопрос, и они сами не понимают, как они замудили эту игру, но невероятнейший член Битвы Замков Медевин знает лучше даже разработчиков, что и как работает, понимаете, и сидит там в чем-то Андрюха Рылева оскорбляет, меня оскорбляет, всех оскорбляет, понимаете, он для себя придумал уже невероятнейшие регалии, самый популярный канал по Битве Замков, самый большой канал по Битве Замков, самый информативный, самый честный, самый офигенный, я не знаю, елки-палки, откуда у тебя в заднице появился настолько гордый и крутой член, вот просто возьми его высуни, посмотри в холодное зеркало самокритичности, чувак, просто не испытывай мое терпение, пожалуйста, перестань ты уже оскорблять, тебя никто не трогал, пока ты не начал оскорблять мою гильдию, пока ты не начал сливать аккаунты моим подписчикам, просто закрой свой рот и не воняй, снимай свои нахер никому не нужные видео по Битве Замков, которые за сутки набирают по 800, по 500 просмотров, и радуйся, когда у тебя какое-либо видео набирает 2-3 тысячи просмотров, не пан туй ся, потому что, когда у меня температ пение лопнет, я возьму и запишу отдельное видео про тебя и вспомню все, вспомню все, и выскажу все, что я думаю, и тебе мало не покажется, я вспомню про то, как ты копируешь видосы у западных ютуберов, я вспомню, как ты копируешь видосы не только у западных ютуберов, я расскажу про все твои невероятнейшие тесты, как ты там Андрюха обвинял в том, что из-за Андрюхи кто-то там что-то неправильно ставит таланты, ты, может быть, забыл, как ты ставил говноталанты на героев, тестил это все дело в рейде, называл видео супер имба с имбовым талантом, люди потом шли и ставили эти таланты и обсирались из-за тебя, а ты шел со своим невероятно имбовым героем на стриме, нападал на кого-то на битве гильдий, защик убрал много кирпичей, понимал, что ты накосячил и по-тихому так, менял талантики, а люди-то уже из-за тебя накосячили, наговнили у себя на аккаунте, и таких примеров можно привести в величайшее множество, потому пожалуйста сиди вмолча и никого не оскорбляй, никому не лезь, потому что у меня терпение лопнет, и ты допрыгаешься, и потом сам будешь бегать ко мне в личку и плакать по поводу того, что ты не хочешь конфликтов, и тебе не нужны эти срачи, и вот у тебя тут близкие жалуются, и одно, второе, и третье, и четвертое, так если ты не хочешь срача и конфликтов, так что ты сам нарываешься тогда, Женя, включи свой мозг, а все твои рассказы твоим последним подписчикам, кто тебя еще хоть как-то смотрит о том, что ты кого-то там разъебал по фактам, вот, они разбиваются в момент об тот факт, что ты ссышься прийти, к примеру, ко мне на стрим в Дискорд, и я поотвечать на вопросы, когда я тебе предлагал, ты засал, сказал, ой, я не хочу этих конфликтов, ой, ой, зачем мне это надо, ну так, сука, в следующий раз, когда ты будешь говорить, что ты кого-то там расхерачил по фактам, пожалуйста, ребята, напомните ему, как он по фактам расхерачивает, он может только у себя на видосах там что-то по фактам расхерачивать, потому что ему ответить никто не может, и комментарии он удаляет, вот его все ответы по фактам, а когда придет в Дискорд, он возьмет и обосрется по всем поводам, и по поводу слитого аккаунта, и по поводу опсера гильдии, по поводу обсирания других игроков, короче, все, ладно просто закрой свой рот, а реально, ну не умничай вот, живи в своем вымышленном мире там, где ты самый офигенный, информативный и крутой канал на свете вот, ну я тебе дам маленький совет, если ты хочешь хайпануть на разоблачениях то, как бы, битва замков это последнее место где этим нужно заниматься, понимаешь перестань снимать битву замков, это будет куда больше хайпа, вот, начни снимать другие игры, вот, и это будет куда больше просмотров, хотя в твоем случае с твоей харизмой и отсутствием умения разговаривать, я не знаю что тебе нужно снимать, иди в порнуху снимайся, может быть там себе найдешь применение, будешь мычать раз в минуту, как ты умеешь ладно, не суть, возвращаемся к обзору, не информативному обзору, да, я я беру для себя статус самого не информативного самого не информативного ютубера битвы замков, вот просто и я не стесняюсь этого, я просто плевал, анти-хайп, понимаете я уже 20 минут еще даже просто не добрался до этого героя, давайте попробуем уложиться в 30 минут вот, касаемо самого героя, ну в принципе это какой обзор героя, уже все все сняли вы лучше меня знаете вообще, что этот герой может, что он не может, понимаете я вот сейчас, последние 10 минут побегаю на какие-то локации просто свои впечатления получу вот как велосоком, знаешь, он там эти коробочки в коробочке распаковывает там плюс 100-500 телефонов ничем, правда, не пользуется, но делится своими впечатлениями, вот вот, понимаете, у меня то же самое так, касаемо героя, ну стандартная хрень огненная защита, я не говорю, что это самый лучший, невероятный талант который на него нужно ставить, но но благодаря тому, что сейчас таланты можно прокачивать, огненная защита зажила новой жизнью когда-то моментами про нее забыли а теперь ее ставят чуть ли не на всех подряд героев, и как бы этот факт, от которого просто нельзя никуда уйти, вот, какой талант лучше поставить, уже думайте сами смотрите, стоит воодушевление почему стоит воодушевление, потому что данный герой стоит на защите стоит он на защите, и хозяин очень доволен этим героем на защите но как бы вы сами видели, что гильдия не на самом высоком месте в топе, друзья, вот и, как бы не знаю, сегодня я пойду на битву гильдии, на стриме посмотрю, там стоят у топов мастера руны или не стоят, но в целом, да, на защите я думаю, что это прикольный герой поставлен ему спектр тоже, как бы, под вопросом но очень хорошо, как раз, знаете пример такой посмотрите твой герой можно будет вообще скоро на максимум прокачать слушай, что по снаряжению ладно, спектр ну и стандартная фигня стоит уклон, да, ну, как бы у него есть возможность выживать да, если, конечно, ни у кого не стоит чары спектр но, опять же давайте, выпускаем выпускаем меньше 70 процентов хп и, как бы, и все смотрите, ему ничего не могут сделать а нет, сделали его его нахер ваншотнули ну, значит, то ли спектр включился то ли что как бы фиг его знает понимаете мой уровень распиздяйства он достиг такого уровня что мне вообще, в принципе, пофиг слушай, как он хорошо шлепнул ну, как бы я это заметьте я хожу я хожу в рейды я хожу в рейды то есть я хожу в рейды ну, давай возьму даже попробую кого-то ну, это не тесты, понимаете это не тесты, да потому что герои они каким образом проверяются ну, у вас же герой обычно там поодиночке никуда не ходят ну, там, битва гильдии да, если вы там, конечно высаживаете кем-то добиваете и так далее но, к примеру любая, да пвп-локация у вас в герое стоит в команде с пятью другими героями вот и за счет этого за счет этого как бы уже там все и происходит вот этот вот секс борьба вот кровь вот все, что мы любим ну, вот так вот по одному знаешь, его выпускают да и его ушатывают но, в целом в целом я, конечно, в рейдах вот если так чисто распиздязьки его выпускать я ожидал большего я ожидал большего все-таки там ограничения у него но, опять же ну, я не знаю я предполагаю что оно багуется вот я предполагаю что оно багуется вот или же просто разработчики через жопу описывают свойства чара и умения героя потому что мне хотелось бы чтобы этот герой при любом раскладе как бы ему было бы плевать да, то есть упало здоровье меньше 70% все, ему никто там ничего толком сделать не может ну, там может быть мэри там какая-нибудь ну, сами понимаете о чем я но, тут я такого не наблюдаю тут я такого не наблюдаю но как бы на защите на защите говорят прикольно вот ну, здесь смотрите видать там герои как-то хреново собраны или что интересно человек ходит ходит на арену по впечатлениям по впечатлениям я скажу ну, как бы ну, да но я бы собрал бы его по-другому мне не особо нравится сборка но тут сборка как я понимаю она больше для защиты да, то есть мы видели воодушевлений и, соответственно спектр да, обычно куда ставят на защиту но вы знаете мне защита не нужна потому что я самый слабый в своей гильдии кстати я прорекламировал надеюсь Another World я просто записывал с нескольких попыток это видео ребятушки если ищите гильдию то вступайте обращайтесь к Саню Уэй вулкану вот и все будет хорошо вот так что мы тут Архидеон не Архидеон короче понимаете давайте вот давайте я даже не знаю давайте антихайп антихайп знаете что такое антихайп это когда в 2020 году идешь вот в эту вот в эту кошмарку даже не кошмарку мне просто похер мне вот мне реально похер то есть как бы я вот что-то походил в рейды и мне мне как-то так упало мнение по поводу этого героя но опять же опять же вот когда он у меня появится ребят это уже будет совершенно другое тогда я вам уже поиграв этим героем собрав его по-своему я вам уже смогу сказать что как он мне там нравится не нравится где он там полезен где он не полезен но я тем не менее вот так вот на вскидку как минимум защиту ставишь пвп локация по-любому вот и как бы ну по поводу атаки фартов еще не знаю вроде атаки фартов еще не было чтобы его там потестили была что я уже запутался для меня эта локация перестала существовать атака фартов елки-палки потратили потратили целый день отослали разрабам отослали разрабам вообще какие-то моменты чтобы вылечить эту невероятно крутую локацию и как бы и тишина и всем похуй ну и ладно короче что-то вот меня не впечатляет он меня не впечатляет в любом случае то есть я бы хотел бы на него посмотреть если бы у него стоял не спектр а пенек или священный суд надеюсь это не один и тот же да ну короче два зеленых две зеленых чары спектр да окей для защиты допустим но так шарится вот так что я еще хочу найти арену но я уже конкретно долблюсь в глаза потому что видео длится 30 минут вот видите я просто я просто сломал систему я 20 минут в этом видео потратил на балабольство потратил на балабольство ничего больше а сейчас я сижу и последние три минуты данного видео беру ищу арену которую не могу найти потому что долблюсь в глаза ну понимаете никто не может разоблачить меня лучше чем я сам понимаете так давай ой елки а тут прям неинтересно на арене потому что здесь как бы места до свидания да ну можно давай его одного пусть ну 39 тысячное место а вот типа как бы окей отлично против героев таких вот очень очень интересно я его собрал бы на выживание на защиту мне пофиг и я бы его юзал бы в пвп локациях на которые не хожу но может быть начал бы ходить не факт что это была бы огненка не а может быть я поставил бы ему одним талантом огненка вторым талантом просто just for fun порочный пакт вот созвездиями уклон и чарами пенек или священный суд ну вот просто он чтобы он подольше жил чтобы подольше мотал мозг короче игрокам вот ждем следующее обновление то есть грубо говоря я думаю что ежели ежели разработчики накосячили вот то они должны что-то исправить да в моменте с этим спектром вот потому что конечно это такая непонятная работа вот это вот знаете под слово блокировка можно подставить вообще при желании большом любое свойство знаешь можно и письку заблокировать да это достаточно размыто далее ну можно вывернуть как все удобнее ну как этот осенизатор кирпичей и сказал как и сделал как ему выгоднее так он и как бы перевел свойства спектра вот если же разработчики не выпустят ничего не исправят в плане этого героя в плане этой чары то значит оно так и надо значит они просто замудили эту игру значит оно так и предполагалось что эта чара будет действовать на него так но тогда конечно появляется вопрос почему эта чара так же негативно не влияет к примеру на других героев то есть ну реально тебе нужно самому додумывать что имеет ввиду разработчики под определенными словами какие эти свойства и так далее ну то есть тест у нас тут по сути бесполезный в плане впечатлений ну я думал что будет лучше но опять же я думал что он как бы что-то как-то будет допустим стоять нет хотя он и стоит знаешь если учесть что у него спектр если учесть то что у него стоит спектр я думаю что он неплох я думаю что он неплох поставить сюда священный суд вот будет совершенно по другому точнее стоит спектр ну да вместо чара чара у него стоит на защиту ребята чара у него стоит на защиту давайте когда этому герою вернем что мы ему вернем девственность вернем нет девственности мы уже не вернуть короче ребята вы посмотрели самое неинформативное видео на целых 30 минут ждем ответа осенизатора кирпичей потому что я думаю что ему не хватит мозгов чтобы просто заткнуться и перестать всех оскорблять и как бы снимать свои видосики дальше ему понимаете ему не живется скучно ему не хочется жить нормально ему скучно будет пытаться свои лишние тысячи просмотров получить ну а так в принципе все короче ничего не понятно жизнь говно я нытик мы мы все умрем вот и как бы всем пожелаю огромнейшей удачи и друзья всем пока в рот любил информативность вот и шатал я все тесты вот когда он у меня появится тогда уже будет интересно пока что мне неинтересно но если вы выбили этого героя я вас поздравляю этому герою обрадуется как и топовый аккаунт так и новичок пока шатал я так и Продолжение следует...